Возле каждого общественного здания в США в обязательном порядке есть пандусы и специально выделены парковочные места для инвалидов. Тем не менее, для славянского сообщества Америки этих людей как бы не существует. Они невидимки. Сегодня они пытаются привлечь внимание общественности. Конференция «Обратная сторона страданий» в церкви Дом Хлеба города Сакраменто призвана изменить отношение общества. Сегодня только 10% людей с инвалидностью находятся в церкви, но 90% вне церкви, но из 90% людей с инвалидностью готовы прийти в церковь завтра. Это официальная статистика. Я думаю, что наше богословие, наш вид служения, все поменяется, когда мы увидим эти 80% людей в наших церквях. Две стороны страданий. Первая, с которой человек сталкивается с самого начала. Что это за сторона в твоей жизни? Как это было у тебя? Вначале это был шок, потому что я же не был уже на той стороне страданий. Я же был, как и все другие. Поэтому, конечно, это шок. И потом ты проходишь этот процесс. Сначала ты сам думаешь, что это наказание. Ты себя переоцениваешь, ты себя проходишь, обвиняешь, каешься. Короче, весь процесс, как и у всех других. Чему все-таки вы решились открыть свое сердце, свою церковь для вот этой темы? Спорная тема, неоднозначная для многих, но все-таки вы решились на это. Когда-то я обещал, и стараюсь держаться от обещания, быть честным. Достал меня Руслан. И это можно смеяться, а можно и плакать. Почему я такой глухой? Почему я такой тяжелый? Чтобы надо было так много стучать в эту дверь? Серьезно. Я здесь скорее сторонний наблюдатель. Я чувствую, что что-то в воздухе витает. Что-то необычное. Это не просто человеческое сострадание, придавить на чувство вины, и что-то в нас разбудить. Нет, не так. Что-то мы пропустили, важное. Это достаточно большой процент населения, я имею в виду, таких людей с особыми нуждами. Somehow, каким-то образом, мы их где-то пропустили. Мы не поняли, как им служить, сколько их. И потому я в данном проекте, скорее всего, в позиции поддержать, пронаблюдать, а потом, наверное, проанализировать. Может быть, потом включиться более активно в это. Светлана, многие тебя уже знают из служения. Опыт есть уже в этом служении. Какие-то ты пережила тоже моменты в отношениях с церковью, со служителями и так далее. Вот на твой взгляд сейчас. Я знаю, что вы с мужем сильно поменялись. И многие слышали ваше свидетельство, которое есть на ютубе. Вот после всего этого. Вот что бы ты больше всего хотела видеть в служителях? Или от чего тебя еще, может быть, добавлю, прости, больше всего коребит, может быть, когда ты... Ну, знаешь, в первую очередь, наверное, я хотела бы понимание. Не все служители, не все пастыря понимают, через чего проходит семья. Часто вместо того, чтобы помочь семье, служителя наоборот. Когда момент рождения ребенка, обычно для семьи всегда тяжелый. Это большая стресса. Моя мечта, она большая. Знаешь, насчет того, что, конечно же, мне хочется, чтобы во всем русскоговорящем мире люди сменили. Ну, в первую очередь, конечно, в христианском, в церковном мире. Потому что иногда люди, которые, как бы, ну, мы не говорим, что они совершенно неверующие, но они не церковные люди, светские люди, да, они вообще не понимают, как это в церквях такое отношение. Они не могут это вообще понять. И мне хочется, чтобы в первую очередь, конечно, поменял отношение людей, которые, казалось бы, должны раскрывать свои объятия, любить, понимать этих людей. А они вот как-то, знаешь, закрыты. Каждый, наверное, из нас говорил Богу, Господь, приди ко мне и будь со мною. Но мы никогда не ожидаем, что Бог может прийти в чем-то таком, что ты не ожидал. То есть на своем примере я, когда была не замужем, я говорила, Господь, дай мне, чтобы я познала Тебя так, как никогда раньше я Тебя не могла познать. Просто я понимаю, что я никуда не могу своим ребенком пойти. Я нигде не вписываюсь, потому что он ведет не так, он кушает не так. То есть если он кушает, то это какое-то происходит mess. То есть где-то он закричал, где-то он издал звуки, кого-то ударил там ненарочно, а там сказать, я с тобой хочу поговорить. Мне самое больное было, обидно, когда меня с церкви попросили выйти. Вот этот момент, он у меня перекручивается. Я в каком-то интервью уже об этом говорила, что просто подошли по плечу и сказали, ну ваш ребенок издает звуки, выйдите, пожалуйста. И я вот этот вот момент запомнила на всю жизнь. Даже не то, что люди на меня смотрели, с другой стороны, но когда мне сказали, выйдите, я думаю, ну мне уже в церкви делать нечего. Но я хочу как бы сказать родителям, что если даже вам сказали, выйдите, вы все равно сидите, ну скажем так, успокойте ребенка и все равно не выходите с церквей, потому что они тоже должны научиться от вас силы духа, как стоять в вере. Даже если ничего не происходит, самое сложное стоять в вере, когда ничего ты не видишь, что какие-то продвижения идут, а ты остаешься все равно верить Богу, даже если Он ничего не делает. Пока вот это не случилось со мной, я понятия даже не имел, насколько трудно для людей с ограниченными возможностями просто прийти в церковь. Понятия не имел. Пастора, я говорю вам сейчас, вы не знаете, как трудно людям преодолеть те барьеры, те препятствия, просто для того, чтобы переступить порог церкви. Если бы вы только понимали вот эту борьбу, те горы, которые им приходится покорять, просто для того, чтобы им с семьей переступить порог церкви, так если бы вы знали это, то вы бы больше не смотрели на них, как на слабых людей. Вы бы смотрели на них, как на героев. Вы бы смотрели на них, как на чемпионов среди нас, которые побеждают вот эти барьеры и препятствия, о которых мы с вами не имеем понятия никакого. Удивлен, честно говоря, сколько вот людей откликнулось уже, волонтеров всяких, и видео прислали и с России, и с Украины, и с Германии, с разных уголков. И очень такое служение все-таки интернациональное. Вы считаете, что лед тронулся, что-то меняется в обществе? Ну, это трудно сказать. Это говорит о том, как это движение объединяет людей. Вот это мне больше. Люди объединяются в этом, и несмотря на динаминации, несмотря на географические пространства, месте это чувствуется. На той стороне страданий это открытие. Открытие. Открытие то, что Бог это дает. Не для того, чтобы человек просто пострадал. Он немножко должен пострадать, как вот Христос, да, Он должен был на этом кресте что-то совершить. Но потом, если это воспринимать, как ответ на вопрос не за что и почему, а что делать, то Он такие дает неограниченные возможности. Могла ли я мечтать, что я буду сидеть вот здесь, в этих стенах, в этом кафе, как оно называется? Прорекламируем. Дом хлеба. Да. В Америке, куда я боялась ехать, я не хотела, я боялась самолетов, что я буду сидеть на конференции, рассказывать про вот эти все чудеса, которые у нас. Тогда, когда, ну, я была среднестатистическим человеком, ограниченным в своих мечтах, в своих возможностях, и я никому не могла принести много пользы. И я была не нужна и не востребована так, как сейчас. И мой этот опыт востребован, и я рада им делиться. И я счастлива, что каждый день, когда я говорю Богу, для чего? У меня были периоды, когда мне было трудно, и я думала, может, уже все, может, уже все, может, мне уже вот уже скоро, может, самолет упадет, ну, может, мне вот уже завтра я не проснусь. И как-то и жить так вот, вот в этот момент, вот как-то так, вот как-то вот не так. И я вспоминала слова одного мальчика, его спросили, какая у тебя цель в жизни? И он говорит, знаете, у меня цель, я хочу все время видеть, какой же он еще сюрприз для меня приготовил. И имея такую возможность самого Бога служить этим людям, и я поняла, что я должна остановить, чтобы глухота руководила моей жизнью. И я начала молиться, чтобы Бог просто высвободил меня с этого рабства, чтобы не глухота держала меня в рабстве, а я могла контролировать это. Чтобы моя идентификация, как личность, как глухая девушка, но чтобы это была новая идентификация, я дочь царя. У тебя были чувства по отношению к родителям? Какая-то обида или вообще не к родителям вообще к этому миру? Вот этот момент, ты помнишь? Ты можешь его рассказать? Когда я была молодая, маленькая, я не совсем понимала, что происходит. Все, что я помню, что я была в разных церквях и разговаривала с несколькими пасторами. И люди постоянно молились за меня, и они плакали. И я не понимала, почему же они плачут. Я думала, может быть, со мной что-то не так. И поэтому я начала просто задумываться, что со мной не так? Почему люди плачут, когда за меня молятся? И я чувствовала определенные отношения к своим родителям, такое настроение. Потому что родители не совсем мне могли помочь, объяснить, почему я такая. отличаюсь, поэтому было какое-то такое ощущение обиды? То есть были вот такие у меня ощущения сентиментальные по отношению к родителям? Потому что в каком-то смысле я думала, что это их вина. я понимала и знала, что они, может быть, не совсем знают, как помочь мне. Но мне бы хотелось, чтобы все равно они как-то еще больше приложили усилий. и, может быть, с мамой у меня не совсем удачно складывались отношения. Потому что более как бы казалось мне, что больше как бы братьям и сестрам уделяется времени. и я позже уже поняла, пришла к осознанию, что она не была против меня, но в тот момент, будучи еще ребенком, я не понимала этого. Поэтому я понимала, хотела каким-то образом привлечь внимание своих родителей, поэтому мне приходилось где-то проказничать. Я хотела, чтобы они просто замечали меня. И потому что не совсем эти мои трюки как бы сработали, то мне даже хотелось быть в другой семье. И все, что мне нужно было, чтобы моя семья любила и понимала меня. И я понимаю, что это был просто обман дьявола, и я знаю прекрасно, что они любили меня, они очень ко мне хорошо относились. Но когда уже позже в своей жизни Бог начал показывать мне, что и как, почему? И теперь то, как я ощущаю по отношению к своим родителям, это прежде всего благодарность. То есть я теперь начинаю понимать и оценивать, через что им пришлось пройти. Потому что я думала, что моя жизнь трудная, но я не понимала, как, что им, через что им пришлось пройти. они родили меня, они воспитали меня. И я не представляю, насколько для них было это трудно и сложно воспитывать меня и не совсем, может быть, знать, как помочь мне лучшим образом. и я просто благодарю Бога за своих родителей, потому что они все-таки выдержали и терпели меня. я прошу прощения, но вы действительно очень сильно влияете. Ваша семья повлияла на многих, поэтому теперь уже, знаете, как говорят. Ну ладно. Вы многое пережили. Но вот были моменты, когда, я понимаю, она не такая, может, да, вот, и с этими переживаниями мы понимаем, да, но были моменты, все равно она растет, школа, церковь, вы в церкви, ее надо в церковь. То есть, насколько вам приходился вот сложен этот момент, когда надо было что-то вот как-то ее воспитывать, там, где-то, может быть, смирять. Были моменты, когда просто, ну, вы не знали, как поступить, может быть. Она слушалась, ходила в церковь? Ну, мы как-то не спрашивали детей, хотят ли они идти в церковь или нет, потому что, ну, даже, ну, никто не сопротивлялся, пока они маленькие, они автоматически идут. Но проблема с воспитанием была, в какой сфере, то, что она шкодная была очень. То есть, этот момент был, да, до определенного момента, потом были определенные вещи, когда мы просто, ну, это наша вина отчасти была, то есть, нужно было просто помолиться, разрушить слова, которые мы произнесли в ее жизни, и она делала это не сознавая. То есть, была такая возможность. Так, в принципе, у меня с ней, слава Богу, были всегда хорошие отношения, очень. Я с ней и плакал, и радовался, то есть, и, ну, Таня по-своему, то есть, как к отцу, она мне, может, по-другому открывалась, Таня по-другому, но я бы не сказал, но то, что она говорит, может быть, ей казалось, что меньше уделяли время, потому что шесть детей, они вот так идут, и те помладше, и ты хочешь, не хочешь, им больше внимания уделяешь, и вот это, наверное, больше всего, как бы, ее ранило бы. Ну, за себя я могу сказать, да, у меня были с ней сложные отношения, потому что я всегда думала, что ей не хватает, я все для нее делаю. И то, что она вот видела, что к кому-то я больше с любовью относилась, к ней меньше, это, наверное, выглядело так, потому что у меня с ней были очень тяжелые отношения, потому что, ну, ему легче, он пришел вечером, ушел, тракист, и... А мне надо было с ней, помимо у меня, помимо нее, у меня еще двое детей было, проблема со слухом, им операции сделали, вот это все, и Свете, ей все время казалось, что никто ее не любит, и мне было очень тяжело, правда. Ну, вот как пережили, вот сейчас вот год прошел, да? Год, больше года прошло, два года прошло, и вот теперь, Вика, много свидетельств уже было, она была в церквях, записи есть, в общем, мы видим, и вот, ну, мы-то с одной стороны видим, а вы-то с родительской стороны, из дома видите, вот, вы не задумывались, вот эта цена, которую вы положили, да? И вот то, что сейчас с Викой, вы радуетесь, да? Вы говорите, о, вот, наконец-то, это то, к чему мы шли, вот, что вы чувствуете, когда вы видите, когда она свидетельствует? Я думаю, это еще не то, к чему мы шли, мы еще идем дальше, но наша жизнь лично через нее поменялась, потому что мы очень много лет ходим в церковь, но по-настоящему Христа, Бога я узнала, когда она, как бы вот этот у нее переломный процесс прошел, встреча с Иисусом произошла, тогда я, я вот, допустим, на данный момент понимаю, что я всего два года верующая, всю жизнь я просто исполняла рутину какую-то, ходила в церковь, молилась, читала, но верующая я сейчас по-настоящему буквально два года, так что я младенец во Христе, потому что по-настоящему мы узнаем Бога тогда, когда мы проходим через трудности, тогда мы ищем Его, нам не на кого опираться, и мы начинаем искать личные отношения с Ним, уделять Ему время, а так, то, что мы ходим в церковь, это просто пассивное христианство, я так сейчас понимаю.